Власти Сирии констатируют большой прогресс в борьбе с террористическими группировками и связывают его с действиями российской авиации. Сегодня МИД Арабской Республики заявил, что наши летчики за несколько дней нанесли более серьезный урон экстремистам, чем действия международной коалиции во главе США за год. А в Минобороны страны отметили, благодаря такой мощной поддержке с воздуха, боевой потенциал противника значительно снизился. По словам начальника генштаба генерал Али Аюба, это позволило армии Сирии сохранить за собой инициативу и перейти к более решительным действиям на земле. Удары российских воздушно-космических сил подорвали боевые возможности международной террористической группировки ИГИЛ и других формирований. Сегодня вооруженные силы Сирийской Арабской Республики начали широкомасштабное наступление с целью уничтожения террористических группировок и освобождения районов и населенных пунктов, которые страдали от террора и преступлений. О чрезвычайной эффективности нашей авиагруппировки в Сирии говорят и в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента, воздушная операция в технологическом плане вышла на качественно более высокий уровень. Положительную роль играет совместный информационный центр в Багдаде. Как рассказал Дмитрий Песков, именно через него шло согласование траектории полета крылатых ракет, выпущенных накануне из акватории Каспийского моря. Их маршрут пролегал над территорией Ирана и Ирака. Что касается коалиции во главе США, то, по словам Пескова, результатом ее работы стало лишь многократное увеличение территории, находящейся под контролем террористических организаций. И это дестабилизирует ситуацию в регионе.